Пока одни команды соревнуются в силе, ловкости и скорости на поле, другие активно готовятся к предстоящим играм, помогают тренеры. Наблюдает за игрой подрастающих футболистов Станислав Лысенко, один из самых заметных и знаменитых футболистов в истории Кубани. Лучший бомбардир Краснодарского клуба «Кубань» в российский период истории клуба забил 84 мяча и еще 6 в кубке. Пусть Станислава не одни, ребята, играем до конца при любом результате, должно быть желание, стремление побеждать. А все остальное придет. В юбилейных играх заявлены 13 команд Южного федерального округа Северокавказского. И так сложилось именно в этом году. Крым представил своих футболистов. Из 13 участников третьего этапа соревнований только две команды выйдут в финал, который пройдет в Екатеринбурге. Пока все участники готовы к борьбе и настроены на победу. Признанные лидеры у нас на юге Южного федерального, Северного кавказского традиционные сильные команды Краснодарского края, Ростовской области. Осетии, Алании. Курортная Анапа располагает идеальными условиями для проведения всероссийских соревнований. Кожаный мяч имеет свою славную историю. В 1964 году еще в Советском Союзе были первые соревнования. Поэтому в этом году получается и юбилейные соревнования. То, что на территории Краснодарского края и конкретно в Анапе, по крайней мере уже лет 10, ну там с перерывом 1-2 сезона, а не традиционно, выбираются специальные места, чтобы дети могли бы играть в футбол и отдохнуть. Естественно, в Анапе идеальный вариант. Море, много солнца и отдохнуть ребятам, поиграть в футбол. Игрокам каждой команды рады. Анапчане приветствовали спортсменов на старте. Хочу вас поздравить от лица главы города города Анапа, Сергея Павловича Сергеева, с началом юбилейных всероссийских соревнований «Кожаный мяч». Хочу пожелать вам в эти летние дни, чтобы вы активно отдохнули на этих спортивном пульнире. И от пребывания в нашем городе у вас остались самые на лучшие впечатления. Удачи вам в спорте и, конечно же, победить сильнейшие. Итоги третьего этапа всероссийских соревнований подведут позже, когда выступят все игроки. А пока свое отношение к футболу и спорту опытные спортсмены выражают, пытаясь скрыть эмоции. Ведущий вид спорта в мире, который включает здесь все физическая подготовка, ловкость, координация, быстрота, сила. Для них игра, если не вся, то значительная часть и образ жизни.